И все принимать любим, конечно, гостей. Время вместе провести как? Конечно, время провести вместе, да. Родных, близких увидеть. Все это вот, да, любим собираться. У нас и родственники все дружные, поэтому любим мы друг к другу ходить в гости. И к друзьям тоже. Мне кажется, одному лучше, потому что тишина, покой. Книжечку в ручке возьмешь, почитаешь. А гости мешают. Вы любите принимать гостей? Мы в гости любим ходить. А у нас их нету. Они не здесь живут. Не ходят. А когда приезжают? С удовольствием. Мы всегда рады, любим. А ходить в гости? Ой, а это еще лучше. Ну, общение самое главное. Давно, например, кого-нибудь не видим, сходили в гости, душа отвлекла. Радостно, да? Конечно, так все нормальные люди, я так полагаю. Мы, конечно, и гостей любим принимать. Конечно, любим мы гостей, да. Сейчас накладно принимать гостей. Ну, накладно, конечно. А сейчас как бы накладно. Живем на пенсию. Ну, а что, в крайнем случае, картошки пожарил, салатик у нас торгал, и все. Что, господи, обязательно, чтобы там какие-то там пироги стряпать что ли? Сейчас уж, конечно, мы не стряп. Раньше-то все делали. Ну, сейчас о нежиданных гостей не бывает. Обычно долгожданные. С кем договариваешься? Разговоры, беседы. Конечно. Дети ходят. Поздравляют. Ну, и так ходят. Подруги ходят, когда приглашаю. Таких-то, как бы, которых не ждешь, не надо. Как говорят, незваный гость хуже. А мне уже они надоедают. То есть, часто, что ли, у вас гости бывают? Нет, не так часто. Я хочу покоя. А какие гости лучше, которых ждешь, или вот которые неожиданно появляются? Ну, то и другое приятно. То есть, даже неожиданным встречам рады бываете? Да, почему нет?